Я точно цепанул какую-то ветку и точно попал в щит, что как бы не может не радовать. По сути, вы увидите то, как полетит стрела. Где камера? Олег, ты куда? Уходи еще, тебя видно! Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег. И в этом видео мы решили провести сравнение мини арбалетов и арбалетов обычных полноценных. Вот сейчас и проверим, что у нас мощнее и что стрелять дальше. Мы поставили мишень и сначала мы будем отходить метров на 10, точнее шагов на 10. Эй, я тут вообще-то. Мы поставили мишень и сейчас мы будем постепенно отходить, параллельно пристреливать на нужную нам дистанцию арбалет. Ну, начнем метров с 10, а там по нарастающей. Так что, давайте стрелять! Первая дистанция 10 метров. Понятно, что любой арбалет попадет, это просто для того, чтобы нам в дальнейшем было от чего отталкиваться при пристрелке. Не смотрите, что тут есть приклад, его можно снять или сложить как минимум. Это мини-арбалет, а большой арбалет у нас представляет обычный дум. Дум мини на 10 метров пристреляли, теперь давайте пристреляем обычный дум. Казалось бы, большой арбалет гораздо мощнее, как его можно сравнивать с маленьким арбалетом. Но есть небольшой нюанс, это, собственно, стрелы. Маленькие стрелы у маленького арбалета и большие стрелы, которые требуют гораздо больше энергии для того, чтобы разогнаться до такой же скорости, как маленькие и легкие стрелы. В этом и секрет, поэтому по силе пробития, конечно же, маленький арбалет всегда будет проигрывать большому. А вот по дальности не факт. Именно это сегодня мы и проверяем. Отходим еще на 10 метров. Ну, это уже будет первая дистанция, на которую, наверное, имеет смысл смотреть, потому что 10 метров, ну, как бы понятно, что с 10 метров это просто, чтобы понять, что если я отойду на 20, я не промахнусь мимо счета. Дистанция 20 шагов, арбалет, бирхантер, дум мини. Я, честно говоря, не вижу, куда попал, так что, чтобы наверняка уже не случайный отлет, выстрелим еще раз. Я думаю, двух выстрелов достаточно. Пойдемте посмотрим. Это первая серия с 20 метров. Собственно, показывать тут нечего, но есть один интересный факт. Я стрелял два раза, а стрела одна. Мишень 20 сантиметров изолона. Все дело в том, что одна стрела пробила насквозь этот щит. Мы стреляем на дальность, поэтому сейчас у меня нет задачи там идеально пристрелять, собрать какую-нибудь супер кучу на 20 метров. Я просто понимаю, что у меня стрелы летят туда, куда нужно, и отхожу дальше. На данный момент задачи передо мной такие. Когда мы отойдем уже на более интересные дистанции, метров там 50, там уже будем, соответственно, гоняться за результатом. Пока наша задача просто дойти до этих 50 метров. Мы отошли на 30 шагов, это примерно 25 метров. Пристреливаем снова в дом. Прицел здесь стоит с переменной кратностью, с 4 до 16 крат. Я думаю, пришла пора увеличиться. Несомненно, большим плюсом маленького арбалета является его встроенный натяжитель. Все гонятся за мощностью, даже когда речь идет о развлекательной стрельбе. И поверьте мне, для развлекательной стрельбы чем слабее арбалет, тем лучше. Потому что надо его взводить. И что самое утомительное и отнимает больше всего сил, это то, что стрелу надо еще и доставать. Это, наверное, отнимает... Короче, от этого портится вся радость от стрельбы. Поэтому лучше взять, не гнаться, если речь идет о развлечении, пострелять на даче, пострелять там просто с друзьями. Лучше взять слабенький арбалет, не покупать даже усиленных плечей для него. У нас, кстати, в нашем тесте сейчас оба арбалета усилены. Но если мы говорим о развлечении, то берете слабенький арбалет, стреляете и радуетесь жизни. А не мажете руки от мозолей, которые у вас будут, потому что стрелы доставать надо. Мы отошли еще на 10 шагов, то есть это уже 40 получается. И, во-первых, у нас все идет не по плану, потому что стрелы пробивают щит, и у стрелы портятся оперения. Соответственно, если на 10-20 метрах это не важно, то на 50 это влияет уже очень и очень сильно. И, во-вторых, я стреляю не с упора, я стреляю просто с рук. При этом, сейчас, как вы можете заметить, уже почти ночь. А почти ночь, потому что мы с самого утра снимаем видео для вас. То есть я сейчас уже уставший. И это к тому, что речь идет сейчас не про точность. Я не собираю прям все в монетку. Речь идет о том, просто какой арбалет стреляет точнее. Скажем так, сейчас я стреляю с обоих арбалетов одинаково криво. Но разлет, соответственно, будет у них разный. Итак, 40 шагов, Doom Mini. Поехали. Это был явный недолет. Покажу вам стрелу, которую сейчас буду стрелять. Вот что бывает, когда стрелы постоянно пролетают сквозь щит. И есть вероятность, что эта стрела сейчас полетит со свистом неизвестно куда. Свист был, но в мишень попали. Пойдемте глянем. И эта дистанция 40 метров, когда стрела уже теряет часть своей энергии. Поэтому стреляя на 10 на 20 метров с такого мощного арбалета, я думаю, удовольствие вы не сильно много получите. Все те же 40 метров, все тот же Doom обычный. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мы отошли еще на 10 шагов. Получается уже 50 шагов. Не знаю, сколько метров. Я думаю, в районе 43. Такое ощущение, что стрела сначала ударилась об землю, а потом отрикошетила ее в мишень. Так что поправим пристал наверх и посмотрим, как она прилетит сейчас. Сейчас я четко увидел, как я задел травинку, которая одна единственная стоит у нас перед нашей мишенью. Но так или иначе в мишень я попал, так что я думаю, можно брать другой арбалет. 50 шагов, большой арбалет Doom. Мы отошли на 60 шагов на сегодня. Это, наверное, наша последняя дистанция. Я думаю, что мы сейчас обоих арбалетов попадем по счету и, собственно, будет пока что паритет. Я точно цепанул какую-то ветку и точно попал в щит, что, как бы, не может не радовать. Давайте просто еще выстрелим пару разиков. Нет, наверное, все-таки чуть-чуть еще поправлю пристал наверх. Ну, чуть-чуть, потому что вроде как мне показалось, что... Где камера? Потому что мне показалось, что стрела сначала стукнулась об землю. Ну, то есть я видел какие-то фонтанчики из земли. Теперь возьмем две стрелы, которые новенькие. Мы отложили их на финал, так сказать. И ими сделаем сейчас два выстрела. Я не знаю, как это случилось. Я поправил прицел наверх. А стрела стала чиркаться об землю. А на щитку задела? Да? Ну вот, в щит попали. Короче, 60 шагов. Дум мини. В мишень попали. Теперь то же самое сделаем с дуом. Я думаю, вы заметили, что тут что-то светится зеленым, а я стал резко каким-то плавным и желеобразным. Все дело в том, что мы сейчас снимаем на длинной выдержке, для того, чтобы показать вам след от светящегося хвостовика. То есть, по сути, вы увидите то, как полетит стрела. Дай бог, она зацепит какую-нибудь веточку или еще что-нибудь интересное случится. Будет интересный кадр. Такой облака пыль. Ну вот, все наши стрелы прилетели в цель. Единственное, что с 50 шагов это далось относительно легко, то время как с 60 уже были проблемы. Проблемы были именно в прицеле. То есть, его регулировок не хватало на 60 шагов. Все стрелы попали. Все равно, правда, перед этим черкнули землю. Поэтому они все такие пыльные. И облако пыль у нас было, я думаю, на кадрах это видно. Так что на этом на сегодня все. Уже ночь на дворе. Мы сюда вернемся в следующий раз. Если вы этого захотите, пишите в комментариях, нужно ли доснимать. Потому что на данный момент никакого преимущества одного из арбалетов нет. Дури в этих арбалетах на самом деле достаточно. Мы разберемся с прицелами. Мы приедем сюда. Я думаю, мы возьмем уже там какой-нибудь упор, чтобы я сидя стрелял. Или может быть даже лежа, чтобы было. Точнее. И будем отходить уже от 50 шагов дальше. 60, 70. И я думаю, где-нибудь до 150 мы доберемся. И будет круто, если Doom Mini, арбалет-пистолет, тоже доберется до такой дистанции. А для тех, кто досмотрел до конца, есть небольшой бонус. Скидка 5% на любой из этих арбалетов. Заходите на сайт BeerHunter и при покупке вводите промокод BeerHunter. И получаете скидку 5% на арбалет Doom или Doom Mini. А на этом все. Всем пока. Олег, ты куда? Уходи еще, тебя видно. Субтитры сделал DimaTorzok